Христос воскресе из мертвых Смерть и смерть поправ, и сущему рабе живота вам Благодарим Тебя, Господи, из велики Твоей милости Благодарим Тебя, Господь, что Ты соделал человека святым Делаешь его, даешь ему надежду быть подобным Тебе Так Ты, Господи, и сказал, будьте святы, как я, свет Испугались всего люди И по всему положенной скромности не могли прийти к Тебе Апостол Павел подал надежду всем, сказав Будьте святы, как я, свет Благодарим Тебя, Господи, что даришь нам быть телом Твоим Членами тела Твоего святого Участвовать в трапезе любви Божественной Помоги, Господи, нам Прикоснуться и сейчас к Слову Твоему, к этой настоящей Божественной трапезе Ибо не хлебом единого Божьего человека, но всяким Словом исходящим из Божьего Даруй, Господи, чтоб Слово это Твое через наши уста вошло в мир этот бренный Прелюбодеянный, грешный Который, Господи, пришел Ты не судить, но чтоб все люди были спасены и пришли в разную силу Благослови нас на труд, на Нивы, в эти святые, как делатели Которые должны это сделать, потому что обязаны показать любовь Тебе, Господи, Господи, Твост Тебе слава за все, Отец и насыщий Дух Аминь Слава Иисусу Христу Евангелие от Матфея, 8 глава, 21-22 стихи Другой же из учеников Его сказал Ему Господи, позволь мне прежде пойти похоронить Отца на Его Но Иисус сказал Ему Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов Толкование Кто предает себя Богу, тот не должен обращаться опять к житейскому Конечно, должно почитать и родителей, но Бога надлежит предпочитать им Отец же ученика сего был еще и неверный, как это видно из слов Предоставь мертвым, то есть неверным погребать своих мертвецов Если же сему не позволено похоронить и Отца То горе тем, которые поступив в монашество, обращаются к мирским делам Златоуст вопрошает Видишь ли различия? Тот бесстыдно говорит Пойду за тобой А этот, даже и спрашивая позволения На благочестивое дело, говорит Повели Позволь, то есть Впрочем, Христос не позволил А сказал Оставь мертвых Два старой стих Спаситель везде обращал внимание на намерение Но почему скажет кто-либо Не позволил этому Ну и действительно Интересно почему Потому что и без него было кому исполнить то дело И умерший не оставался бы без погребения Между тем Ученику не должно было удаляться от дела более необходимого Сказав же Мертвецов Показывает, что мертвец Не его То есть не Христа Умерший По моему мнению, говорит Златоуст Был из неверовавших Если же ты удивляешься юноше В том, что он спрашивал Иисуса О столь необходимом деле И не удалял Не удалился самовольно То тем более поделись тому Что он остался при Иисусе И тогда, когда получил запрещение Но скажет кто-либо Не быть при погребении отца Не было ли знаком Крайней неблагодарности У нас это сейчас О, на первом месте На день рождения не поздравил Все, ты плохой На похороны не пришел Вообще Ты на могилку не сходил Не поправил Все, будь проклят Вовеки вечные У нас только так сейчас А вот вопрос такой И правильно это или нет Все-таки Вот этот в мир уходит Если бы он сделал это По ленности То оказал бы неблагодарность Но если сделал это Для того, чтобы не прервать Необходимейшего дела То в таком случае Удаляться было бы Знаком величайшего неразумия Конечно Иисус запретил ему Не потому, чтобы повелевал Не воздавать почтение родителям Но с целью показать Что ничего не должно быть Для нас необходимее небесного И что с великим тщанием Должно стараться о небесных благах И не забывать о них Даже на самый краткий срок Хотя бы отвлекали от того Самые нужные И неминуемые дела Вот что самое главное А у нас Как сейчас привыкли Апостол Павел говорит Непрестанно молитесь Что значит непрестанная молитва Вот это вот и есть Никогда не забывать О христовых небесных делах О божественных делах И это И будет Постоянная твоя молитва Потому что Это должна быть цель То есть твоя цель Попасть в царство небесное Царство небесное Силу уберется Употребляющие усилия Восхищает его Теперь дальше А что это за усилия Заданные вопросы Ну какое такое усилие Нужно сделать Чтобы попасть в царство небесное И что Христос об этом говорит Матфея 11 глава Будем проходить скоро Какое усилие Вот малыши к нам ходят Молодые люди Илья Он вообще просто сказал Говорит А мне что Мало что ли Того что я постоял На службе здесь Помолился Я же пришел в храм И тут стою перед Богом Батюшка здесь А у вас там что Пришли какие-то новости Поразбирали И мне что там у вас делать Он в недоумении Он прям на меня смотрит Я вижу Он действительно так и думает А что вы вообще Кто такие-то Я в храм пришел Молюсь там Там Бог Передо мной И мне этого мало что ли А где тогда это усилие То есть молодому человеку Совершенно понятно Все усилия Прийти в храм Ну он может быть Считает что он Не член нашей общины Поэтому не хочет На собрании оставаться Просто он на службу приходит А он по-моему Не член у нас Ну не член Он же ходит Он все равно ходит Он просто видимо считает Что раз не член На собрании нет Вот я хотел тоже руку поднять Мне всегда вот странно Почему кто-то может считать Считать Тот может считать Что-то это Думает постоянно Тот какой-то разумный А там все вот Община сидит Сто человек Дураки Вот мы ничего считать Не должны Мы попки просто сидим И на кого-то смотрим На одного У нас своего мнения Конечно совершенно нет 16 правил Дисциплины висит 10 дополнительных правил Висит Они ничего это не читали Он вот так сам не подошел Ни разу не прочитал Я ему их не читал Он о них даже не задумывался Они ему все равно А в этих правилах написано все И когда он прочтет эти правила Если он скажет А я вот с этим не согласен С этим С этим Он вообще никакой не член Он ничего не выполнил Он пришел отстоял И пустота одна Ветер вот так промчался А это сатана вот такой Залазит Из уха вот так выдергает Все написано Птицы эти небесные Воды эти Которые разливаются Дожди эти Которые падают с неба Это все они Духи злобы поднебесной Вырывают Не дают человеку Свободы во Христе Им обязательно нужно Сердце его закабалить Чтобы он думал Не о том Что божественное А он может думать Хоть сколько о том Что он там Что-то сделал для Бога Придя туда Сделал Богу одолжение Я вот пришел же тут Постоял тут А где усилие Усилие Но я так понимаю Раз он так говорит Он скажет У меня усилие Вот я пришел Мне уже усилие Усилие стоять там с вами Стоишь там Такой красавец Как говорится Миша-то Который никого не трогает Облака летают Комары тут летают Все подряд Пробегают Зайцы А я один лежу Никого не трогаю Хороший Медведь Федот Сказочный Ну так вот Под лежачий камень Вода не потечет Ну скажем мы Должно быть усилие И вот эта вот песня Там Вот стою я там Господи Там И вот это вот Как цветок полевой Вот коса Косали Размахались Острыми косами Не знаю Мне вот Эта песня Мне ни о чем Не говорит Вот стою я Такой тут стою Не надо стоять Ты беги Христос тебе говорит Беги И никакая коса Тебе не попадет Ты исполняй Слова Божьи Вот это К Сергею У меня вот такой случай Был в жизни Это не так давно Года 2 назад У моей подруги Мой близкой Умер сын Скоропостижно Сердцем плохо стало А с детства У меня как-то С молодой Молодой совсем Я сегодня исповедовалась Субботу Она приехала домой И звонит Виталий Умер Завтра похороны Приезжай Завтра к мне Причащаться А я поехала Ну как я думала Ну как вот Подруги Такой близкой Поехала на похороны А батюшка мне говорит А ты почему Причащаться не приехала Я говорю Так и так Но он меня Пожурил конечно Объяснил Что Вот это как раз Случай Что мертвых мертвых Пусть хранят Да И пришлось мне Заново исповедоваться И снова Заново Вот так вот И в этом исповедаться И вот так Это случай Который Ну спаси Христос Научили нас Неразумных Но я больше Хочу сказать Я хочу Как бы вашу защиту Сказать немного И так далее Причащение все таки Это Конечно Исповедь Это усилие Мы понимаем Работа над собой Труд Но Написано Принимающий Усилие Царство Божие Берет То есть Восхищает Царство Небесное Восхищает Это значит Нужно преодолеть Неимоверные Тяжести Труды Ну исповедь Да конечно Работа над собой Это все понятно Но она к чему ведет Написано 10 глава Евангелия от Матфея И войдет Написано И выйдет Духовным Сейчас об этом Это очень важное Одно из важнейших Замечаний Для человека У нас не признаются Я на похороны поехала Все это Но вот Этот случай случился Я на помощь Это говорит Дуалистичности человека Человек состоит Из души И тела Вот душа Она знает Она тоскует По Духовному А тело Все стремится Что-то сделать Плотское А если бы Сестра Сказала Подруге своей Так Знаешь У меня завтра Великое событие Таинство Понимаешь Я ничего не могу Тут сделать Она бы никогда не поняла Да Но Она бы не поняв Думала потом об этом Как так Потому что Ну ясно что Обратно мы вернулись Отношения У меня сначала Похороны были Она тоже Все бросала Приезжала То есть По-мирски-то Мы правильно делали Друг У меня из-за этих похорон С мамой Размовки были На лет через пять Бабушку похоронила Она звонит И говорит Сынок Ну что Отпевать бабушку Или нет Я говорю Мама Как хочешь Ну я тебе могу Сказать Она ни разу Не была в церкви Я ее звал Сколько в церковь Мы ходили здесь Сколько жили У нее тут жили Сколько Приезжали Сколько Можно было в церковь И хоть каждый раз ходить Она ни разу Не заходила Пойти в церковь Сколько раз На молитву Она один раз На молитву Встала с Мариной Когда пожар был В соседнем доме И прямо через нас Летели осколки шиферов Падали вот там И горели Вот за нами На крыше Несколько штук Упало Я так снегом Забросал И все А крыша была Из рубероидов Простого Почему не загорелось Сейчас понятия Не имею Но только молитву Я сразу выскочил Забежал И говорю Марина Молись У нас вот так Вот как Ну так же Дом был расположен И там в углу Был иконостас А вход вот так был И я тут зашел Говорю Бабушка Я говорю Ну что Пожар такой идет Или уходи Говорю На улицу Или иди Иди с Мариной Молись Ну и побежал сам А сам К крестным знаменем Да воскресный бог Вот так вот хожу И крестным знаменем Вот так ограждаю Только И потом забегаю Я говорю Марина Давай ты с паспорта Она уже паспорта Все собрала Уже деньги Потому что уже Подошел Вижу бабушка стоит Молится Один внестрый раз Все Больше не видал Никак И мне потом мама Ну ладно Тогда не буду Я вызывать Это священника Смотри И лет через пять Что-то на нее Напала Ностальгия Она мне Вот ты какой Только о себе Думаешь А о бабушке О своей родной Которая тебе Эту землю Вот оставила Эта вот земля Бабушке Бабушке Она по наследству Маме перешла И мама Мне хочет Описать Еще не отписала И поэтому Вот так все Я говорю Мам Я тебе же не заставлял Ты знала Бабушку Как верующую Так пожалуйста А как я ее знала Верующую Она мне ничего Никогда не рассказывала В церковь Меня прабабушка Привела Я говорю Ну тогда что мы С мертвецами будем Вобошкаться Я говорю Зачем мы будем Из-за мертвой Бабушке Ссориться Через 5 лет После смерти Вот ностальгия Напала на нее Чуть Почему я священник Я не знаю А можно И вопрос задают А можно сейчас Когда она там В могиле Отпеть ее А конечно Иди И все будет Только Немножко надо Принести Чуть-чуть В широкий карман Положить Необъятных штанов Ревиза Там Да Как отец Нафанат говорит У меня Говорит В один карман Говорит Могло входить Четыре буханки Клема Он посчитал У него Карманы были Такие Говорит Я говорю Могу так Раз-раз Возят Говорит Иду И даже Не видно Так что У них Очень большие Карманы Там набьешь Миллион И не заметят Еще И все Сделают Все Как поют Смотри Вот случится В смысле Кто-то Из родственников Не совсем Верующие Вроде Верующие Среди Но на похороны Вообще Не правильно Ну я Вот сейчас У меня Брата хранил Вот Брат помен Он сказал Среда По-моему Было Постный день Я сейчас Не могу Вспомнить Постный Или нет Я приехал До похороны Немножко Даже чуть Припоздал На две минуты Меня пожулили Ты что Так долго Едешь Ну так случилось Короче Посадили Меня в эту Газель Рядом Гроб Сел я У меня С собой Вот эти Евангелия Четыре Евангелия И я сразу Только сели Я сразу Говорю Ну вот Опять Говорю Проповедник Старый К нам Постучался Смертушка Вот перед нами Лежит Это мой Брат Любимый Саша Отошел В мир мой У нас с ним Были давние Споры Он говорил Бога нет А я ему говорю Верую в Бога Бросай пить Курить Бросай материться Блудить Бить свою жену Гонять детей Отца бить Прекращай Бабушку гонять Все сидят Прижухли Потому что знают Все о нем Я говорю Он не захотел И теперь говорю Давайте будем думать Где он у нас окажется Евангелие он не читал В церкви не был Там бабушка Ну он же А нет Или тетя Маша Даже Ну мама Тетка Он же крещеный Я говорю Здорово Крещеный Но не троекратным Подружением Нет Не троекратным Ну значит крещения Не было Тем более Все И что Ни разу в церковь Не ходил Я говорю Теперь нам остается Только самим Дожить правильно Многие из нас Уже подошли К черте Бедности годами Давайте читать Слово Божие Кто будет читать Слово Божие Все сразу Раз Протянулись 11 человек Газели было И всем Я Подарил Глав всем подарил Потом еще Там еще одна Газель была Вышли Я еще там Подарил Еще соседним Вижу там Плачет женщина Идет Похоронила Видать Мужа молодая Подошел Еще ей дал А там свекровь Или кто такая Не надо Это такая Она такая Ты что Ты что Мама Это же Правильная книга Раз Я так взяла Я говорю Правильная Это не просто Правильная Это ваши безнадежды И возможно Спасение Неутешение Она как повернулась Посмотрела На меня Она Не поняла Видать Я говорю Только читайте Читайте обязательно И все Уже Уехали Все Уехали Поехали Обратно И уже Вырезать Газель Все Остановилось И Тетя Маша Я что Ты не поняла Ты что Мне такую Книжку Не дал Я говорю Как Не дал Я же тебе Дарил Может Когда Ты что Дарил Ну Такой У меня Нету Я Раз Пошарился Точно Одна Есть Говорю Пожалуйста Тетки Еще Последнюю Отдал Вот Сходил Поблаговестовал Я Хотел Там Даже Речь Как бы Сказать Но Посмотрел На контингент Все Неготовые Подошел Там Поговорил Там Поговорил С детьми Поговорил С женой С его Ну Что Сказать Все Уже Давно В разводе С детьми Он Последний Раз Виделся Вообще Непонятно Когда Год Назад Никого Видеть Не хотел Вот И Все Надо Мертвецов Знать Кто Они Но Я В свое Время Очень Любил Беседы С ним Огромные Вел Я Поехал Только Для Того Чтобы Видеть Его Мертвым И Что Потом Когда Мы Станем На Страшном Монном Суде Господь Был Чтобы Я Был Свидетелем Пред Господом Что Я До Конца Его Проводил Все Я Приезжал Он Еще Года А умер Он Было 54 Года Всего У Мят Брат Младший Тоже Умер Три Года Одна Похоронили Сестра Ледицу Недавно И Говорит Вижу У него На Даче Там Семья Там Все И Он И Смотрю Говорит Он Пластом Упал На Землю И Говорит Ну Почему Я Так Плохо Себя Вел На Этой Земле Как Здесь Хорошо На Этой Земле Ну Понять Можно Да Ну Почему Я Так Плохо Жил Вот Видите Ну Вот Так Вот Такое Состояние Будет Написано Почти У всех Людей Но И Анна Таус Говорит Что Найдутся Даже Такие Люди Которые Перед Лицом Божьим Будучи Когда Будут Говорить Господи Ты прав В суде Своем Будут Проклинать Благодать Божия Видать Он Страдает А Так Сильно Вот Так А В основном Люди Все Покаются То есть Все Поймут Что Они Выбрали Неправильную Дорогу Но Будут И Такие Очень Дерзкие Наглые До Конца То есть Это Как Есть Святые Как Небесные Жители И Земные Ангелы Называют Так Точно И Среди Нечистивых Люди Есть Подобные Бесам Хотя Мы Не Можем Ни Одного Человека Назвать Бесам Любой Человек Еще Может Покаяться Но Вот Вот Рядом Подойти Есть Такие Люди Однозначно Как Есть Со Стороны Господа Нашего Добро Так Есть Зло Со Стороны Сатаны Который Трудится Не Переставая Ну Господь Конечно Намного Больше Вкладывает Чем Сатана Но Не Хватает Этого Главная Привилегия У Господа Господь Умерщвляет Господь Дает Я Даю Жизнь Я Даю Смерть И Потом Написано Второзаконие 30 Глава 29 Глава 30 Стих Выбери Жизнь Выбери Жизнь И восклицательный знак Стоит Господь То есть Я даю Жизнь Смерть Выбери Жизнь Человеку И Человек Редко 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 Выбирает Жизнь И вот Сейчас Господь Говорит Выбери Жизнь Восхить Царство Небесное А человек Пришел В храм Просто Такой Прогулялся Постоял Что-то И Господи Тебе От меня Этого Хватит Это Зарытый Талант Натурально Все Есть Храм Есть Братья Есть Отделение Тебя Уже От мира Теперь Не хватает Тебе Только Божественной Любви Которую Ты должен Нести Людям Потому что Любовь К Богу Показывается Любовь К ближним Своим Написано Возлюби Как Сережа Возлюби Своего Как Вот И это Есть равное Возлюбить Господа Бога Правильно Значит Что Нужно Показать Любовь К ближним Нужно Показать Любовь К себе Ты уже Показываешь Все Ну тут Непонятно Что ли Ясно Хорошо Кушаешь Уже Верующий Не пьешь Не куришь Не блудишь Мысли Только добрые Уже И благовестие Пошло Все Теперь Надо Показать Любовь К ближним До конца Уже И тогда Откроется Любовь К Богу Через Это Это Труднее Ну Да Труднее Но возможно Вот чем дело Возможно Надо Убрать Ложный стыд Ложный стыд Но Но Во всем Нужна Написано Рассудительность Как Помните Не забывайте Как выходили Благовествовали И Лариса Петеримова Когда Позвонила И Такие Два Вышли А мало Там еще Три На кухне За всем Рассудительность Здесь Конечно Сразу Нужно Отойти В сторону Поэтому Ходят Всегда Парами Мужчина И Женщина Но У нас Сестры Ходили По двое Две Сестры Но Это В принципе Неправильно Но Вы Все равно В Подъезд Заходили Всегда Мужчинами Да Мы Всегда Друг за Другом Следили Как Было Такое Игорь Третьяков У нас Очень Любил Беседовать С Противоположным Полом Младшего Состава И Как Только Он Завис Где-то На Этаже Все Вышли Его Нет Все Я говорю Игорь Третьяков Прояводит Беседу Кто Не Верит За Мной Все Поехали Его Искать Вы Не Искали За Мной Точно Второй Третий Обычный Этаж Игорь Не Успел Песная Помню Одна Там Вообще Такие Декольте И Майка Такие Шортики Он Стоит И Что-то Объясняет Доказывает Я Подошел К Труху Раз Ему Сразу Все Игорь Не Интересно Тебе Уже Да Уже Не Интересно Уже Не Интересно Беседовать Пошли Стоит Беседует Беседует Вечно Можно Беседовать Побождение Другие Были Ну А Сейчас Не ходить Нигде Ничего Все Нормально То есть Нам нужно Усилия Прикладывать Не потому Что там Что-то Нам Надо Не потому Что-то Нравится А потому Что Мы Рабы Ничего Не стоящие И мы Должны Исполнить То Что Мы Должны Исполнять А Должны Исполнять Написано Первой Коринфянам Ой Ну да Первая Коринфянам Пишется Что Мы Должны Исполнить Добрые Дела Написано Которые Мы Как Дальше Кто Помнит Должны Исполнять Написано Не могу Сказать По-моему Четвертая Глава Десятый Стих Можно Читать Тут еще Есть Золотоуст В принципе Ну я не знаю Может быть Могу я еще Продолжить Продолжить Конечно Иисус Запретил Ему Не потому Чтобы Повели Вал Не Воздавать Почесть Родителям А Ну это я Прочитал Если же И настолько Времени Сколько Нужно Для Погребения Отца Небезопасно Оставлять Духовные Предметы То представь Чего Будем Достойны Мы Которые Всегда Оставляем Дела Христианские И самое Маловажное Предпочитаем Необходимому И без Всякого Побуждения Предаемся Нерадению Далее Мудрости Учения Спасителя Должно Удивляться И потому Что Господь Сильно Привлек К себе Юношу Словом И вместе С тем Освободил Его от Песчисленного Множества Зол Как Кто Отчего Каких Зол От рыданий Плача И всего Отсюда Происходящего Действительно После Погребения Нужно Было Рассматривать Завещание Заниматься Разделом Наследства Всем Прочем Что Происходит В таких Случаях И таким Образом Волна За волной Унося Все Дальше Весьма Далеко Улекли От Пристанища Истины Потому То Христос Влечет И прикрепляет Его К себе Ну То Еще Раз Если без Христа Погребение Какое-то Оно Совершенно Не Нужно Если Прийти И Засвидетельствовать Вот Как у Нас Было Когда Мы Хоронили Нашего Брата Михаила Маму Раису Там Собрались Родственники Сказали Там Слово Там Беседовали С людьми Ну То есть Засвидетельствовали Батюшка Там Отпевание Все Тут О чем Говорить Понятно А Когда Они Верующие Все Его Отпевают Это Мне Что Теперь Нужно Делать Скажите На Милость Я Как Верующий Должен Теперь Что-то Доказывать Людям Они Скажут Гляди Батька Пришел Спокойно Отпел Нормально Все Хорошо Дали Выпить Положили Немножко Денежки В карманы Всем Хорошо А Ты Что Тут Затеял Евангелие Какое-то Там Царство Небесное Вечная Жизнь Ну Сделайте Как Все Люди Делают И Все Хорошо Будет И Прекрасно А Как По Духовному Да Нас Это Вообще Мало Всего Интересует Духовное Ну И Правильно Они Ж Не Духовные Люди Они Ж Только По Статистике 70% Православных Ходят У Патриарха А На самом Деле Они Никто Они Хуже Язычников Вот Чем Дело Язычники Правда Поклонялись Богам Они За Своих Богов Шли В Бой А Эти Никакие Они Идут В Бой Непонятно За Что Ну За Чрево Свою Идут Все Бог Их Чрево Похоть Их Слава Все После Победы Ну Победила Победа Победа Сейчас Везде Шумят А Чем Закончилось Это Все Победа Страшными Гонениями Показывают Вот Концлагеря Там Сленцем Погибло Столько Ж А я Смотрю На Концлагеря И Вижу Колумбский Гулаг Там До сих пор Еще Вышки Эти Стоят Там Никакой Демонтажем Не Занимается Нет Наоборот Сначала Идут Владивосток А Потом Софгавань Потом Софгавань Магадан А С Магадана На Колыму Вот Так Обратный Ход Потому Что Все Холоднее Холоднее Становится Владивосток Еще Хорошо Магадан Уже Похолоднее А Колыма Там Уже Все Минус Шестьдесят То И Больше И Там Людей Столько Заморозили Они Просто Не успевали До проволоки Дойти Замороженные И Коммунизм Нормально Процветает Все Хорошо Сейчас Опять Кто-нибудь Скажет Ты Политику Там Затеял И Так Далее Какая Политика Вы Посмотрите Что На улице Творится С Этими Днем Победы Везде Попы Ходят С Красными Бонтами С Георгиевскими Ленточками Это Что Нормально Какие Георгиевские Ленточки День Победы Вот Великая Сделали Ветераны Ну Там Не Только Ветераны Собралось Столько Народу Что Закрыли Знаменем Победы Семь Тысяч Квадратных Метров Книгу Рекорда Гинница А потом Все вместе Семьсот Человек Спели День Победы Если бы Они наш День Победы Спели День Победы Людям Мира Не Вдомек Лев Иудина Колено В гроб Возлек Не Народы И Не Кто там Все Земли И Не Ангелы Его Нам Принесли Этот День Победы Иисус Принес Разгром И Врага Воскрес Христос И Молоденец До Припева Что Возрос Христос Воскрес Христос Воскрес Христос Воистину Воскрес Вот это был бы День Победы Настоящий А так Что Ну Мы Спели Несколько Человек Ну Так Вот Я Вам Хочу Сказать Христос И Говорить Не Бой ся Малое Стадо Не Бой ся Для Верующих Вот В чем Дело Христос Для Верующих Если Ты Верующий Христос Для Тебя Ты Верующий Христос Для Тебя Веруйте Для Вас Христос С С Каждым Господь Наш А То Что Там С Кем То Нет Господа С Миллионами Извините Я Тут При Чем Я Стараюсь Я Тружусь Выхожу На улицу Беседую Ну Не знаю Во всяком Случа Я Там Никого Не Ругаю Не Матерю Рассказываю Даже Ораю Специально Чтобы Как С высоты Своего Положения Немножко Снизойти Но Я Вижу Как Собачка Моя Передо Моя Бегает Бедная На Цирлах Я Не Хочу Чтоб Люди Так Ко Мне Относились Поэтому Я Совсем Почтением Людьми Ораю Рассказываю А Если Выходил Только Об Адди Говорим Что Было Тогда Да Тогда Можно Было Сказать Что За Проколь Так Добудова Ду Ду Как Епископ Показал Я Знаете Как Я Проповедую Бачка Да Что Нам Непонятно Что Ли Что Ты Там Говоришь А Владыка Интересно Сказал Проповед Да Вы Знаете Жизнь Наша Как Знаете Ну В магазин Ты Пошел И У Тебя Овось И Ты Туда Компьютер Купил Помидоры Шоколад Еще Что Говорил Короче Всего И Вот Ты Все Это Принес Это Жизнь Наша Такая И Теперь Сидишь За столом И Разбираешь Что Куда Нужно И 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 Если еще удивляешься и смущаешься тем, что ему не было дозволено находиться при погребении отца, то вообрази, что многие не дают знать малодушным о смерти их ближних и не допускают быть при гробе хотя бы умер отец, мать, сын или другой кто-либо родственник. И мы за это не обвиняем их за жестокость и бесчеловечие. И весьма справедливо, напротив, допускать малодушных предаваться плачу было бы делом жестокости. Но если худо плакать и сокрушаться о сродниках, то гораздо хуже удаляться от духовных наставлений. Вот почему Спаситель в одном месте и говорит, никто, возложивший руку свою на рало и обратившийся вспять, неблагонадежен для Царствия Небесного. Лукань, 9 глава, 62 стих. Вот до чего мы дошли. Не хочешь восхищать Царство Небесное? Ты неблагонадежен для Царствия Божьего. Ты не хочешь трудиться. Ты положил руку на плуг. Все. А знаете, что такое плуг? Это вам плуг, это не то, что там ты трактором пашешь. Надо наваливаться всем телом. Мужики крепкие были, вот такие. Худышенький такой, дрышик. Он мало мог пропахать. Поэтому у нас богатыры были все. Как надавил на плуг 120 килограммами или 160. И пошло дело. Тогда хорошо. Вот как давить надо со всех сил. А то еще камнями загружают, там еще чем-нибудь. Бревно какое-нибудь. Потому что, ну, не тянут уже. Крепкие были, что говорит люди. В те времена таких полных не было в деревне. Я помню, вообще полных людей. Просто сильные были. Не, ну сильные, потому что все надо было. Сильные, чистые. Все, ну, делать надо было. Сами все делали так. Все строили, сами пахали. И не было вот этого, что деньги раз тебе принесли. Надо было товарообмен делать. Ты сделал товар, хочешь деньги, продай, если у тебя излишки есть. А излишки потрудиться надо. Поэтому нужно трудиться. А на Попов посмотришь и скажешь только одно. Ай-яй-яй. Вы каких-то это, команда дирижаблей. Вот берем, подкачай чуть-чуть и полетели они. Все, как один. Ну, не все. Ну, не все, а те, кто не все, они будут якорями у них. Как колы тоже, пускай, стоят. Все же стоят. Никто никуда не ходит. Сколько бы пользы принесли, если бы летали. Ну, не летают. Не летают, не стоят, не ходят, не разговаривают. Даже вот, даже Игнатий Тихонович с его таким сочным и колоритным языком. Ну, они же не читали. Они бы читали, у них бы мозг. А что, что говорит про них Игнатий Тихонович? Они бы хоть восстали где-то. А то один другой вылезут с вяканьем этим. Это лжеправославные. Это псевдорелигиозные. Это даже не мяуканье котов. У меня кот мяукнет, если ночью. Тут, говорит, половина будет, вон, дристать. Вот как надо мяукать, а то... Чего, тетя? У них Дворкин за всех разговаривает. Чего попал, оболкает этот еврей кудрявый. Я его спросил напрямую, подошел и говорю. А Игнатий Тихонович Лапкин, говорю, кто-то. Он вас приглашает на занятия свои. Нет, 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 это псевдоправославный, это антирелигиозный. Как вы там еще у него? Вы что? Это нельзя, это ничего нельзя. Я думаю, нельзя. Попал бы ты по-настоящему, чтобы этот антирелигиозный, псевдоправославный с тобой поговорил. Епископы сидят по лавочкам, как детишки малые. Вот так вот, на тросточке только. Отличие. Детишки вот так сидят, а эти на тросточке вот так все. Священники вот так вот строим, сколько я видел, сидят и все вот так вот. Когда начинает говорить Игнать Тихонович о иерочекистах, попах. Иерочекисты. Краснопогодные. Ну-ка, что там, брат, такое, забыл, что... Мы думали, духовная просьба у тебя, у нас тут занятия идут, вопрос какой-то. А мы, конечно, тут не трудимся. Кстати, я тебя тут добрым словом вспоминаю. Никита тебе от меня поклон передаст. Ладно, понял. Понял, да? Он подказка приедет. Да он приедет, ты не волнуйся. Готовь ему шуруповерт. Молоденько, за полмена забора говорилось, как снега пошел. О, готовь ему шуруповерт. Сколько луку-то надо, сколько чеснока? Чеснок, яровой, а лук какой, это, сколько? А лук, чтоб большие головки были, спортишь там. Сколько килограмм? Сколько килограмм? Два килограмма. Два килограмма, два лука. Сивок нужен? Нет, лук такой большой. Большой. Ну все, отошел. Спасибо, Христос. А я поняла, что для посадки я тоже. Ну вот, братья трудятся, завеков потеряете. В православном нашем поселении. А мы здесь трудимся. Последние, так сказать, у нас занятия будут. Может быть, пятница еще будет, я думаю. Не знаю точно. Не знаю, я не могу сказать точно, потому что я вот уже сам на работу уезжаю. Поэтому. Все, каникулы. Сегодня среда. Да, каникулы будут. Ну, брат Сергий может нас порадовать. Ну, только запись как делает, потому что камера выедет. Ну, а кто будет? Блин, а я до Сергея? А вы, плоскайку. Да, и так неплохо было бы. Плоскайку можно будет. Народно собирать. Сейчас, кого-нибудь. Где народ плоскайку? В интернете. Видео пригласит Сашенька. Рано, Франция. Вот тут вообще красиво написано. Дальше, Золотовыст. Можно? Можно. Подлинно, гораздо лучше проповедовать Царствие Божие. И других избавлять от смерти, нежели погребать ни к чему не нужного умершего. И особенно тогда, когда есть люди, могущие исполнить это дело. Ответ на вопрос. Итог. Итог. Если он мертвый и неверующий был, смысла нету никакого там быть. А ты иди лучше на благовестие. Или лучше всего пойди туда, возьми Евангелий. Пример уже я показал. И раздай. И кстати, дядьку хоронили 6 лет назад или 7 точно таким же образом. Оттуда уже, с того же дома, с того же подъезда, с той же квартиры выносили. То же самое я брал Евангелие, только были синенькие, маленькие. Но больше было народу. Больше раздавал. Ну а дядьке добрых слов сказал. Дядька хороший был. Пожалуйста. Ну, русские люди, я с мамой разговаривала, просчитайте, если человек пытается чему-то научиться, то значит, что он фанатик. По-богу, он сейчас с ней разговаривает, и она говорит, ты это, фанатичка. А я говорю, ну вот с людьми общаюсь сейчас, они изучают на занятиях, хожу. Она говорит, это тоже фанатики. Я говорю, ну я не знаю, я бы так не назвала они. Ну все понятно, говорит. Еще они фанатики. Они не считают это за знанием, и как они не знают. Просто фанатичка. Если бы она, если бы ее завести к так называемым свидетелями Еговы, показать, как они там учатся, и потом, как они благовестуют ходят, она бы тогда по-другому уже заделала. Я говорю, я там вообще ничего не говорю, я уже знаю, что ты фанатичка. Больная и фанатичка. А больная и фанатичка, это разные вещи. Ну, фанатичка, не знаю. Она бы, так, фанатичка, если в вере, это хорошее дело. Фанатик, фанатик, это итальянское, по-моему, итальянское, оно переводится как преданное какому-то делу до смерти. Христос у нас самый главный. Самый главный оказался Христос. Это Игнатик, значит, разбирал. Значит, это был комплимент. Да, она не знает просто этого. Она просто не читает то, что надо читать. Нет, она будет в церковь, а вот знаете, она как-то до фанатизма туда лазает, что же, который будет, ну, в некоторых системе, я так считаю. А когда ей сын говорит, пойдем там на занятия или еще там к нам молиться, она говорит так, я недостойна вас, я недостойна. А когда правду говорит, то вот она. То есть она лжет постоянно сыну своему. Про кого говорят? Про кого говоришь? Да, про одну родственницу нашу, очень знакомую всем. Они даже слышать не хотят, что есть люди, которые могли бы поделиться. Они же должны труд какой-то затратить. Но этот труд не они тебе предлагают, потому что они трудиться не будут сами. А они бы, если бы что-то предложили, а ты бы взял, но они не могут предложить тоже. Потому что их все одолевает, и скупость, и тщеславие, и гордыня. А у нас как? Вот, открытое все. Вон, восточная 99, позвонили, пришел парень там, еще кто-то пришел, бабушка там, дедушка. Заходите, пожалуйста. А начнешь говорить, они сразу так, лицо меняется, сразу такой ком. Сразу, да. Ком такой, все. А когда пищеварение, нормально. Да, тепло такое, а у них наоборот, все, хватит, все. Апостол Павел говорит, они понимают, что это труд. Трудиться надо, а неохота. Неохота. На цепь особенно трудиться. Это же труд великий, встать. Но это не просто, что они говорят, что это надо внутри меняться, то есть за душой меня. А будет читать, заниматься, будет меняться человек, но они не хотят. А это надо время заплатить? Это не надо. Они не считают, что оно нужно. Ну, правильно, совершенно верно. Они не считают, что не нужно. Они считают, что нужно покушать, что-то сделать, а вот чтобы изучить, это они не считают, что веру можно изучить. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего, в Библии написано это. А сами ходят в церковь, которая создана по Библии, если бы не было Библии, не было в церкви. Они ходят, а знать ничего не знать, знать не надо им. Они не считают, что это нужно. Так это сатана все делает, понимаешь? Это не просто они что-то думают, это сатана, лукавый демон, трудится над ними. И не один, потому что сатана-то он сейчас скованный на тысячу лет в подземных местах, и он там останется до конца. Последние три с половиной года выйдет только душа его одна. Всегда поражаюсь, что злость у человека сразу начинает наливаться, прям наливается. Все, в лицо, прям в лицо, наливается злость. Что ты говоришь здесь? Я тихо говорю. Человек злостью наливается. Да, ты начинаешь в слове Божьем говорить, и человек начинает обозляться. Видно, и глаз тяжелее, и лик тяжелее, и все, злость прям надевается. Прям противостояние. Я теперь не старался все равно. Это на благовестие очень сильно видно, когда с людьми трудишься, то сразу, только дверь тебе открывает, и сразу ты понимаешь, будет родбеседа или нет. Сразу бывает хлоп обратно. Бывает, человек раз распахнул и стоит уже, все, ждет. Вот, чистый. Но таких очень мало. Валентина Павловна, мы с ней потрудились уже, не знаю, сколько домов, квартира вошли. Нет, ну кто ищет, если бы мне пришли вот так вот, вы, то я бы, конечно, и взяла, и в нем все. А мы не заходим. Мы не заходим. Мы совсем так, как вот у меня получилось. Я встала, и в Казани была, и не заходите. Мы потому что попались на том, что когда заходили, мы попадали в такие цепь, ну так. Нет, я представляю, потому что даже зайди, вот у нас случается, или еще что-то, они сразу так. Но если только к маме, вот так, если только к маме, мама у них, ребятишек, они сразу. Ну, читай дальше, брат, что там у нас. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море. Так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Толкование. Господь взял с собой в корабль учеников, дабы они видели чудо. Попускает им быть в опасности от бури, для того, чтобы с одной стороны приготовлялись к искушениям, а с другой увидев чудо, тем более веровали. Он спит с той целью, чтобы ученики его пришли в страх, осознали свою немощь и обратились к нему с молитвою. Посему евангелист говорит. 25-26 стихи. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом встал, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Толкование. Не называет их неверными, а маловерными. Потому что, когда сказали, Господи, спаси нас, они показали всем веру. Но слово погибаем уже не было от веры. Им не нужно было бояться, когда он вплыл вместе с ними. Заметь, что укоряя их в маловерии, Господь дает знать, что маловерие привлекает опасности. Посему сперва он утишил их душевное волнение, а потом и морское. Лука, не входя в исследование, порядка времен, говорит так. Так, было же это в те дни, когда он вошел в корабль и ученики его. Ну, в лодку. То есть, Лука, 8 глава, 22 стих. Точно так же говорит им Марк. Но Матфей поступает не так. Он соблюдает здесь и самый порядок происшествий. Не все евангелисты о всем писали одинаково. О чем и прежде говорил я, говорит Златоуст. Чтобы кто-нибудь из опущения не заключил, что между евангелистами есть разногласия. Итак, Христос послал прежде народ, а учеников взял с собою. Как они свидетельствуют о том. Взял же их не без цели и не без намерения, но для того, чтобы сделать их зрителями чудо, имеющего совершиться. Господь, как некий наилучший наставник детей, получал их к тому, чтобы они, с одной стороны, были бесстрашны среди бедствий, а с другой смирялись среди почестей. Чтобы они не превозносились тем, что Спаситель, отослав прочих, удержал их при себе. Для достижения этой цели и вместе для приучения их к мужественному перенесению искушений, попустил им обуреваться волнами. Хотя, конечно, велики были и прежние чудеса, но настоящее чудо и заключало в себе немалое назидание, и было знамением, подобным древнему. Потому Спаситель и берет с собой одних только учеников. Вот мы прочитали, как все было, а одни мы такое могли вот видеть хоть раз. Видели мы вообще, чтобы какие-то бури, какие-то вот такие неустройства, и они вдруг раз утешались. Я вот могу сказать, на своем веку я увидел в один раз это. Я сейчас вам скажу, и вы скажете, действительно так. Вот сейчас то, что творится в Донецке, страшно? Да, страшно. Страшно? Да. Видели, смотрели документальные кадры, что там творится? Да. Вот у нас брат Никита, он вообще сам из-под Киева приехал. Но не знаю. Он даже кое-что там уже, кое-что ему Господь и попустил там пережить даже, его там захватывали, как шпиона. Когда он сказал, что в московской патриархии ходит, его там эти допрашивали, их полицейские. Предателем, дай это назвали, или что-то? Там военные интересные, рукава тут закатаны, и татуировка видно было. Вот там сопровождал парень меня, а остальное стоял такой, с пистолетом. Спрашивали, кто я, откуда. Я зашел ничего не на территорию, они уже ее не оградили, но она уже была как военная. Ты что, в Библию читать зашел? У меня было толкование с собой, да, там у меня один засек, давай всем говорить. Я остался подъявляться. За машину подъехала, меня забрали туда, в штаб туда. Ну, недолго, минут 15, меня там расспрашивали. Вот он Господь меня так укрепил, все спокойно прошло под конец. Без проблем. Спокойно. Да, зашли. Мы решили, зашли. Да, ну то есть, так это он далеко, он от мест боевых действий. Он наоборот, как бы даже ближе туда, к западным границам-то оказался. Ну, это, как, Борисполь? Борисполь. Борисполь, да. А это Донецк, это, ну сколько, километров 700 там, да? Около того, да. Ну, то есть, далеко. Так вот, я к чему веду. А ведь это все должно было произойти у нас в стране в 1991 году. Вся страна должна была полыхнуть, не один Донецк. И чудо для меня, и тогда я понял, что это нечто невероятное. Я знал, что такое гражданская война, я изучал историю. Я знал, если Россия полыханет, это мало не покажется. И вот такие вот прям вот были антикоммунистические, коммунисты и антикоммунизм. Был явно выраженный антагонизм. Вот такой, я стал антикоммунистом из бравого комсомольца, который там любого пасть там американцу порвет за коммунистическое наше будущее. Я вдруг переродился полностью. Меня переродил архипелаг ГУЛАГ, который я прочел. И книги Солженицына, мастера и Маргарита Булгаков со своими рассказами молодого врача и так далее. Я все это прочитал, и я полностью переродился. Я стал антикоммунистом. Я понял, что коммунизм это величайшее зло. И что оно принесет только одно, только опять разрушение. И вот 91-й год, этот путь, я помню молочный телевизор, и по нему передают репортаж, а там ничего нет, одно молоко. Вот так. И передают репортаж. Помнишь это? У меня сердце вот так, я сижу напротив этого телевизора, я понимаю, я на Колыме, я ничего сделать не могу. Я думаю, ну что я могу сделать? Сижу и думаю, ну все началось, это сейчас полыхнет. А я помню гражданская война, она долго шла, до Колымских мест дошла, наверное, лет только через 10. Думаю, когда же это к нам-то придет? Это сейчас будет ужас, это кошмар опять начнется. И вдруг как-то все тихо, мирно. Потом там, ну это КПЧП, потом там эти, парламент, 94-й год, немножечко, да, там что-то побыло. И все, и ничего нету. И вот там мир, страна в миру, и мы живем в этом мире, уже там погибло что-то 113 человек. Но по сравнению с гражданской войной, где погибло 13 миллионов, это по скромным подсчетам, сейчас уже 17 называют цифру, в одной только гражданской войне у нас погибло, за 4 года войны. 17 миллионов людей, а беспризорных сколько было, дома целые были. В каждом городе, в Москве там было эти сотни интернатов детских. То есть детишки по всей стране катались везде, вот как их показывают, и все смеются там. Женщина поворачивается, а они у нее вырезали шуму, вот так кусок. Там все ха-ха-ха-ха-ха, помните такие там, Мустафа на рогу сходил, Мустафа по ней ходил. Колька Клыч, там это, что-то из Жиганова зарезал, Колька Клыч похоронил там и так далее. А беспризорник, как все. Так это смешно, ковыльники подноготные, что нас должно ждать. И Господь до этого не довел. Были страшные потрясения. Что значит, это ученики там пережили волны там, но, если мы возьмем в частности каждого, посади нас на корабль, где берегов не видно, им начнет волной вот так вот. И по-другому запоешь. Я вам точно говорю, если кто не плавал где, я там на Черном море помню, только оторвались от берегов. И как начал этот метеор вот так болтать, а он-то речной. И я, правда, хочу сказать, что... Но все равно нас жизнь мотает, как с своими родственниками, с дитями. Еще какие волны переживают-то? Это есть вот житейские волны по библейски, в религиозном иносказании. Называется какая? Житейские вот эти бедствия. Я сильно переживаю. Вот это и настолько я уже... Да, и что вы... Это уже усилия, те, которые вы говорили. Что ты не знаешь? За детей, за все. Они же сейчас совсем по-современному живут. У меня душа заходится. Заходится душа. Я на них смотрю. Да, ничего, я не могу. Просто вот молюсь, молюсь, вот молюсь только, и все. А послушания никакого же нет никакого, да. Я вот диски слушаю. Так я хочу сказать, то, что ты диски-то слушаешь, а вам они детей своих приводят. Это и есть чудо. Не побили вас, ничего не сделали. Мир-то идет. Вы понимаете? Бог дает мир натуральный. Для чего? Ну подумать надо. Для чего Бог дает нам мир сейчас? Мы можем вот сейчас выйти, вот тут встать, и вот будут люди проходить. Мы вот так с Евангелиями, и будем им говорить о Христе, давать Евангелие, и нам никто ничего не сделает. Вы понимаете? Это уже чудо. Чудо. Такого вообще никогда не было. И с вами тоже, как с вами зять этот вас, Валентина Павловна, гонял все. И однако отступило это дело? Как-то перемоглося? Это чудо. Что в моем доме не крестилось? А у вас было вообще? Где вы были? У вас вообще не было три года почти? Два. Да ладно уж два. Это кажется два. Это для тебя два прошло. Для нас как десять. Нету и нету такой сестры. Такая значимая сестра была, всегда рядом с Евангелиями очень сидела. И вдруг где пропала? И пропала, и куда пошла-то? Ну, на лучшее бы. Вот, можно сказать? Ну, конечно. Сейчас вот тоже диски, вот такие диски, такие там пропали, такие там все пишут, так вот этот читает, все так толкует. Вот открыто дверь, открыто сидит там, в этом, в зале. Дочь? Дочь, ага. Закрыть надо дверь, помешая ей. Я говорю, ну, я знаю, как все это потом уходит, и потом я сразу подхожу, закрываю, и все. Ну, я говорю, так интересно, неужели мне интересно? Интересно, вот с вами там какое-то радио вкручат, слушает, а это, ну, вот прям у меня тоже, вот на такая скорбь мне приходит. Иной раз, вот, мне плакать-то нельзя своими глазами, потому что они еще больше слепнут. Ну, вот, ну, настолько я... А вы попробуйте, может, наоборот? Нет, нельзя. Нельзя? Я вот когда, вчера, позавчера плакала, мне хуже стало. Хуже стало? И вот, ну, настолько мне скорбно, думаю, ну, погибшие души, погибшие, ну, почему не хотят? Ведь не говорю там, что ты становись и молись, там поклоны делай, ну, ты хоть послушай, как все говорит человек, все объясняет в Библию, толкует, как все понимает. Так за это-то все будут отвечать, сестра, за это-то и будут все отвечать. И пока этот человек говорит, а ты слушаешь, это царство небесное тысячелетнее идет, и еще антихриста нету, понятно? А нету антихриста, значит, еще души заходят людские, язычники еще заходят. Евреи вот-вот рядом, конечно, евреев жалко, что они вытворяют сейчас, это, ну, им надо срочно антихриста, чтобы они наконец-то поцеловали его, непонятно в какое место, того, кого они хотят. Они-то потом поймут, что это не мессия их, но нам-то охота, чтобы наши родные и близкие еще заходили, вот в чем дело. Я вам Валентину Павловну знаю, у нее сколько там чад этих выросло уже, вот сколько, пятеро уже? Четверо. Четверо. Вот, на подходе у нас сестра вот будет в будущем, дай бог, Елена. У ней чада есть еще, тоже есть с кем трудиться. Раиса Николаевна, у ней там сколько тоже, охота, чтобы зашли. Вот, приехал брат молодой, тоже ему креститься надо, Никите брату, а у него родители тоже неверующие до конца, тоже их надо обращать. У меня мама, слава богу, там кое-как, вот брат Сергий, у него мама через пень, как говорится, надвое, не поймешь, какая верующая. То, ай, я не достойно вас, то, ну вот вы какие фанатики, там что-то молитесь, то есть не поймешь, что нужно. До конца нужно дойти теперь, сковырнуть все, что внутри тебя, и сразу ты уменьшишься, и увеличишься, как говорится. Ты, наверное, не понял, она про свою маму говорила. Про твою еще маму? Да. Я про свою маму. А, про свою маму? Я про свою маму. А, так это не то, значит, а твоя мама все так же остается? Нет. При том же? Моя там, она наоборот говорит, там, своим там верующим, говорит, нам, говорит, до них. Ну, я так верю, так далеко. А я думаю, что такое, думаю, надо же, леди говорит одно, а она... Нет, она леди. Я про свою маму, я сегодня сообщила, я ей сообщила, что я, когда праздники-то пришли, я ей звонила и сказала, что я сейчас мне некогда, я хожу на занятия, выходные, чтобы не приезжай. Я ей сказала, и она все умеет, там, ты мне об этом не говори, все понятно, там такие же фанатики, как и ты, сколько лет уже. Ну, и что теперь? Ну, надо объяснять людям, кто такие фанатики. Мне это нравились. Фанатики, мне всегда нравились. Я ей сказала, что мне так, но она хорошо, но я поняла, что тебе не приведи. Религиозные фанатики, всегда это относилось к мусульманам, а к православным, возьмите православных. Но, как бы привыкли так, если будут религиозные фанатики, то они, значит, встают, берут оружие и начинают других убивать. А нет, не так. До смерти фанатика, не до смерти другого человека, который фанатика, фанатизм называется. Фанатизм, ты умираешь, ты, каждый, кто фанатик, он умирает за свое дело, а не кто-то от его руки. Как у нас привыкли сейчас в этой Евангелии от Луки, какая глава-то, 14-я, по-моему, там Господь говорит, положивший душу свою за друзей своих. Нет больше, то люди, да. По-моему, 14-я глава, да? Луки, 37-й стих, что-то такое, сейчас уж точно не помню, да. И они все это повторяют, повторяют, и потом оказывается, что кто, тот, кто пошел на войну, взял вот такой автомат, вот такую гранату огромную, и других пошел долбить, это вот он, оказывается, есть этот самый герой, который положил жизнь свою за друзей своих. Нет, подожди, ты положи жизнь свою. Фанатизм может и в других делах быть. Кто-то вот разрабатывает вакцину, например, у нас родственник, он от бруцеллеза, ветеринар, вакцину хорошую очень сделал. Он фанатично работал над этой... Еще на себе испытывают? Нет. Ну, я вообще говорю, есть такое. Да, фанатизм он может быть любой, у нас вот просто фанатизм в Вере. Нет, написано, фанатик, человек, который идет в своем деле до конца, до смерти. Да. Не то, что до конца другого убил, а до его смерти, не до чьей-то смерти, кто не понял, наверное? В своем деле. Ну, как идет за свое дело до конца, даже на смерть. То есть, последнее продаст, все отдаст, но он будет доделывать это до конца. Вот в чем дело. И мы должны быть такими же. А мы должны вообще, написано, так должен возлюбить муж жену свою, как Христос в церковь. И написано, до смерти. Это жену возлюбить до смерти. А Христос в церковь до смерти возлюбил. И вот есть такие места, жития святых, когда, ну, дают пример, показывают, как нужно любить церковь. А оставалось очень мало книг. И каким путем язычники пошли. Это предеки гонения. 250-й, 49-й, 51-й года его правления. 200-й, 49-й, 251-й. Римская империя. Деки. Такой царь. И он как решил. Возьмем и книги-свидки соберем и уничтожим. И как будут они тогда, христиане? Книг-то нет у них. И давайте книги собирать. И вот дьякон им попал один. А дьяконы там как раз заведовали тогда библиотеками христианскими. Здоровый такой, как-то я забыл его фамилию, имя-то как-то. И его пытать давай. И пытали его, и он не выдал. И он святым за это сделал. Святым. Что не выдал книги. Вот так вот надо любить церковь. Ну вот фанатизм в мире это считается делом. То есть человек не меняет себя. То есть не образ мысли, не образ этой жизни. А просто занимается делом. Фанатический, занят. Мозг у него этим. А верующий человек, он меняет изнутри. Меняется у него и душа очищается. И образ мысли, и жизни. Уклад, все меняется. То есть это... А мирские рассматривают это фанатизм, как это просто вот какое-то дело. То есть человек берет, делает, и вот до конца жизни это тащит. То есть вот пока они веру не пришли, они не поймут, что человек меняется полностью. Не просто он выполняет какую-то работу. А то, что все, что у него вот внутри, душа, все, мировоззрение, все меняется. То есть это настолько... Фанатизм, фанатизм капитальный. Будем так говорить, что это они придумали нам это слово. Да, они придумали. Что теперь? Это не совсем правильно то, что и я говорил, тоже не совсем правильно. Он выделили, они по своему познанию фанатизм, вот этой веры, по своему познанию, незнание веры, незнание нашей жизни, незнание наших перемен. Они называют его фанатизм. А если за войной глубже, то это же совсем все по-другому. Ну вот тут дальше продолжаем. Чтобы они не превозносились тем, что спаситель, а то слава прочих удерживал их при себе, они для достижения этой цели и вместе для приучения к мужественному перенесению искушений попустил им обуреваться волнами. Хотя, конечно, велики были и прежние чудеса, но настоящее чудо и заключало в себе немалое назидание и было знамением подобно древнему. Потому спаситель и берет с собой одних только учеников. Где совершались одни только чудеса, там дозволял Христос быть и народу. Но где предстояли искушения, ужасы, там Господь брал с собой одних только подвижников вселенной, которых Он хотел обучить. Вот мы хотим быть подвижниками вселенной. Вот кто мы. Если правильно говорить, подвижники вселенной. Далее Матфей говорит просто, что Иисус спал, а Лука говорит, что Он спал на вас в главе, показывая Христос свое смирение и получая нас великой мудрости. Итак, когда поднималась буря и море сильно волновалось, ученики будят Его, говоря, Господи, спаси нас, погибаем. Спаситель, прежде чем усмирить море, обратился к ним с обличением. Буря, как сказал я, попущена была для научения учеников. Это было образом имеющих постигнуть их искушения, так как и после того Спаситель часто попускал им впадать в жесточайшие бедствия и через то укреплял дух их. Потому и апостол говорит, что хочу же, братья, чтобы 1 Коринфянам 1.8 1 Коринфянам 1.8 1 Коринфянам И далее говорит 10 стих 1 Коринфянам 1 глава 8-10 стихи «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа вашего Иисуса Христа. Верен Бог, которому вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа нашего. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Итак, Иисус прежде всего укорил учеников своих, показывая тем, что надо было быть мужественными среди сильнейшего обмуревания, что Он все устроит во благое, так и самое смущение их принесло им пользу, поскольку чудо представлялось им гораздо важнейшим и происшествие навсегда сохранилось в их памяти. Так и Моисей сначала страшится, змея страшится непросто, но с великим смущением, и потом уже видит совершающееся чудо. Так и ученики ожидали сначала семья погибели, а потом получили спасение, чтобы они через уверенность в опасности познали величайшее чудо. Ну, когда Господь, когда Моисей говорил Господу, что я народу скажу, которому ты меня послал, ну, к евгейскому, что это ты? Он говорит, чудо будет такое, возьми, вот палка лежит твоя, посох. Он взял этот посох, и вдруг он в змея обратился, и он бросил его и побежал от страха. Господь говорит, еще раз возьми, взял, раз опять в палку превратился. То есть, так и здесь тоже. Сначала они испугались, а потом, когда Господь им показал до конца чудо, они стали более сильными. Какие места Златоуст приводит, я бы никогда его не привел, хотя я помню это место. Даже стих могу приблизительно сказать, она же такая. Как важно знать Слово Божие. Потому-то Господь и предался сну, чтобы дать им время испытать страх и заставить их сильнее почувствовать происходящее. Человек иначе смотрит на то, что случается с другими людьми, а что случается с ними самими, так, что случается с ними самими. Так как ученики, то есть, сериалы-то хорошо смотреть, но когда ты сам в жизни начинаешь участвовать, и у тебя трудности пошли. Вот это да! Вот то сериал уже! А как выбираться? А никто не учит, да учит Христос. Словом Божиим учит, как выбираться. Если ты идешь по Слову Божьему, ты никогда не пропадешь. Даже если тебе какие-то будут смущения, испытания, ты-то по Слову Божьему поступал. А еще лучше, когда идешь по Слову Божьему, выходя из трудной ситуации, ты уж точно будешь не один в этот момент. Потому что люди, которые тоже идут по Слову Божьему, они тебе помогут. Ну да, потому что община есть, это правильно, да. Хорошо, вот ты сказала, ты только в следующий раз погромче говори, у тебя хорошие мысли бывают, а могут непонятные люди, а им интересно тоже. Я ухая, так я почти что так иногда. Ну да, она научится на чем. Просто ей кажется, может быть, она что-то неправильно говорит. А мысли хорошие. Ну, надо погромче для других. У меня на камеру, я не могу привыкнуть, что меня смотрят. А я говорю, я знаю, что... Да еще никто не смотрит. Ты представь, что никто не смотрит. Это только сняли здесь, а туда-то и не идет. Если бы мы вон лаем, а там Путин сидит, ну-ка, что там затеяли эти бородатые, посмотрят, я вот бритый со всех сторон и ничего, и меня все любят, а вы там все-таки бородатые, дикобразные. И вдруг раз, мы им сказали ему что-то хорошее. И мы стали друзьями с ним. Он, глядишь, опять бороду отрастил. Было бы здорово, да? А то он так хорошо говорит против гомосексуалистов, там, против насилия всякого. И такой, раз бы еще о дороге. Раз бы сказал. А давайте-ка, министры, помолимся Господу нашему, Иисусу Христу. А что вы сидите? Ну-ка встали, помолились. Помолились все. Эй, Шойгу! А то-ка, я вообще деревянный по ушам. Мне это, буддизм подавай. Я тебе дам буддизм. Буддизм. Чего я тебе? Министр обороны какой страны сделал вашей? 72% православных. Правильно, Патриарх? Патриарх из угла. Верно! Здорово было бы, да? Представили себе гранавитовую палату? Как все равно. Но нету этого. Сидят все, слюни по бороде эти пускают, потеют. Ну, все бы она и была бы, хотя бы. Я сегодня смотрю на брата сверху вниз. Высоко уже стою, делаю крышу. Брат лазит туда-сюда, у него борода такая вообще. Здорово. Смотрю, тут седые волосы уже пошли. Ну, опилки какие-то попали от меня. Я говорю, брат, протрясись немножко там, хоть. Сейчас на тебя все идет. Хорошо бородает, приятно. А то 15, как у черепахи Тортилова, так вот, складки-складки. Я слышала, про бороду говорили, о новостях там. Ну, утром-то ведут людей. Вот про бороду. Ну, зачем она нужна, я обычно говорила. Там столько микробов разводится. Надо постоянно стирать где-то все. Ну, и постираешь, и помоешь. Ничего, голову уже моют. Лысину уже как-то натирают, у них блестит аж. Она уже в себя засмеялась, не бывает. Наши были слушали. Да, что там говорить это вообще? Кто там ради активности еще скажет какая-то? А, это, Макаров был. Адмирал Макаров, который погиб на Петропавловске кресле. У него борода была двойная. И вот так опускалась. И этот верещанин-то его, который там же погиб. На этом кресле-то, кесарей. Она у него ниже колена. Бородичья. И он стоит, адмирал. Тут ордена такие. И борода закрывает. Я думаю, ух ты, как бы бороду приподнял. Что там за орден-то у него? Ну, вот так вот, вот так. И вот так. И это щенок. А вот сегодня же праздник, Георгия Победоносца. И мама говорит, что вот этим орденом награждали. Орденом Георгия Победоносца. Да. Воинов. Воинов за доблесть. А начинаешь спрашивать, за что награждали, никто не знает. Я урок такой проводил в школе. У нас там, здесь школа, где это, Виктор Яковлевич Товшин там директором был. И там был трудовик такой, Олег. А он это, не трудовик, а знаешь, как ОБЖ это называлось. И он услышал там, когда я говорил там о Христе, там, или что-то там упоминал. Он говорит, слушай, я сейчас прохожу, говорит, такую тему, говорит, нудную. Дети вообще не любят ее. Ордена, говорит, эти всякие наши награды. Ты не можешь, говорит, что-нибудь там по наградам сказать? Я говорю, я могу не по наградам говорить, а вот проформация, что награда. И вот кому она посвящена, это вообще никак она не может быть. Никому не дадено, не дарено, потому что ничего там нету такого. Что или там человек неправильно сделал, или тот, который на награде не это сделал совсем. Он говорит, как так? Я говорю, ну давай начнем. С Георгия Победоносца начали. Я ему начал рассказывать житие Георгия Победоносца. И он в конце сказал, а что, говорит, тогда у нас награждают-то, непонятно. Я говорю, а чем тогда награждать-то еще? Он не знает. Ну вот. Просто, ну, папам теперь нужно. Они уже отдали эту память Георгия Победоносца, нашего ревнителя веры христианской, истиной. И теперь им куда деваться? Теперь нужно, чтобы никто ничего не знал. Иначе тогда скажут, а кому вы награды-то даете, за что? Георгий Победоносец, тристый был умершлем за Иисуса Христа. Он не поднял оружие, чтобы защитить себя. А он был одним из младших офицеров, телохранителей самого императора Диоклетиана. И когда он узнал, как христиан начали убивать, то есть из армии прям забирали его воинов, христиан, и у кого там крестики находили, ну, кто там, видели, что молился там крестом, и всех начали убивать. И он зашел прямо к царю, вот так подошел к нему и сказал, император, ты неправильно поступаешь, неблагонадежно, ты что делаешь? Ты лучших убиваешь людей. И он онемел, написано, Диоклетиан онемел, потому что он знал, что он такой, ну, смиренный, хороший исполнительный воин, там, офицер, ну, как бы ему там какие-то поручения давали, все, он молодой, ему 21 год всего. И он, говорит, онемел, говорит, и сидел на него, долго смотрел, а потом спросил, а ты что за них заступаешься, ты что, сам христианин? Он, да, мой царь на небе, Иисус Христос. Он, так, это что такое? И в этот момент выходит царица Александра, и говорит, не трожь его. Ну, молодой человек, зачем ты ее трогаешь? А царица была тайная христианка, и Диоклетиан посмотрел на нее и говорит, а это любимая его причем была царица, красавица. Говорит, а ты что, тоже, что ли, христианка? Она, ну, конечно, я верю во Христа. И он, а боев убить? И вот ведут царицу и Георгия Победоносца вместе, у нас смертная. Ну, и царица там устала, ну, то есть, ослабела немножко смерть все-таки впереди. Она присела, а его дальше повели. И привели его на такой шахот, называлось колесование. Сейчас никто не понимает, что это такое. Не знаете, что такое колесование? На части. Рассказать? На части. Нет, не на части. Ну, на части, ну, на части, ну, как? Ну, это когда два коня идут. Нет, нет, нет. Колесо крутится. Колесо крутится. Крутится колесо. Колесование. Бывает человек на колесе. Там ножи, да? Да. А бывает, что само колесо. Ну, обычно колесо, человек вот так привязывает к колесу. И начинает колесо крутить. Вот так вот. Колесо крутят. И ты вот туда-сюда. А под колесом вот стоит вот такой диск. И на нем тоже его крутят. Там вот всякие пики, ножи там всякие вот такие торчат. Скрипки там. Что только нету. Наждачка какая-нибудь. И человека опускают, опускают, опускают. И непонятно каким телом, чем он где коснется. И его начинает рвать, резать. И вот его все ниже, ниже по миллиметрику. А это может подниматься все. Это называлось колесование. И вот его разорвало на мелкие запчасти. От него ничего не осталось. И 12 воинов охраняли по платформе все это дело. Ну, там перед этим спрашивал. Все, отрекаешься от Христа, не отрекаешься. Он, конечно, не отрекся от Христа. И когда его разорвало, все. Кров тут, куски мяса, все. Ну, что, все? Ну, все. Убили. Ну, тогда мы пошли. И только они повернулись и пошли. В этот момент Господь делает так, что он раз собрался весь. И встал живой. А эти 12 человек, они как образовали стену. И они стоят вокруг этого, чтобы люди-то не видели это все кровавое месиво. И он раз вот так перед ними встал. Они вот так раз на колени упали. И говорит, помолись Богу твоему. Мы тоже хотим быть христианами. А император раз услышал. Он говорит, что такое, я не пойму. А он за ним идет. И эти все за ним тоже. И за ним подошел к нему. Я к летян, говорит, анемел, говорит, и долго стоял. На него смотрел. А потом, а в чем дело, как так ты? Бог меня оживил. Он говорит, ну пойдем, говорит, тогда в храм. Я, говорит, молиться иду. Со мной пойдешь? Ну пойдем. Они начали подходить. Он помолился. Все идолища упали, поразбивались в прах. Храм завалился вот так вот. Скажите мне. Я вот рассказываю. Кому будем давать орден Георгия Победоносна? За то, что он там дот взорвал или еще что-нибудь? За то, что брать под бронепоезд бросился потемкинг? Кому не надо давать. Дальше. Что, дальше еще что рассказывать? Да. Ну. Дальше мы его потом бросили еще в негашенную известь. Завалили его полностью. Досками там всеми. Он там пел псалмы. Несколько дней. Пока дядь Тюльтяна не надоела уже. Говорит, все, доставайте его оттуда. Негашенную известь, человек должен сразу спалиться. Сжариться весь. Понимаешь, что такое известь? Ее бросаешь. Там температура такая создается. Попробуй прикоснись. Сразу ожог будет термический. Ну, известь кошечка. Да. До каплистага там куча извести. Его туда бросили и сверху еще присыпали. Еще вот сверху набросали всего. И он остался опять живой. Вытащили его. А там уже народ собрался. Уже много убировочек было. И последнее, что ему отсекли уже голову. Ну, там еще чудеса были. Я просто не говорю до конца. А взяли, берут, когда он на коне, и протыкают голову змею. Это взяли из жития совсем другого. Что явилось там, там какой-то змей все выползал на берег. И для того, чтобы он в город не заползал, ему давали в жертву какую-нибудь девушку. Одну привязывали к столбу. И вот является Георгий Победоносец, этого змея убивает. А девушку эту привозит и отдает ее отцу, бургомистру этого города. И вот этот случай, который там кто-то зафиксировал где-то в другом житии, но отнесли его к Георгию Победоносцу, как некое там сказание, которое было об этом. И это сказание берут. И ничего не говорят о том, что, как он подошел к императору. Это главное было. Главное было, что он подошел и сказал, ты убиваешь братьев моих христиан, и ты поступаешь неправильно, царь. Вот что нужно делать. Это нужно людям подходить и говорить, Путин, ты неправильно сейчас поступаешь. Не надо нам танки новые. Сейчас, слышали, новый танк выпустили? Нет? Новый танк сейчас все там в ужасе, короче, все из Запада. Совершенно новая концепция. Танк управляется пушкой автоматически, а экипаж находится в специальной бронированной капсуле отдельной, внутри танка, непробиваемой. И все, это новый уровень вообще в развитии военной техники. Фантастика, короче говоря. Здоровенный такой танк, 125-й калибр орудия, все. И все туда деньги. И один танк такой стоит миллионы евро, 7 что ли миллионов евро. То есть огромное количество денег все это стоит. Чем мы занимаемся опять? Где человеколюбие? И вот стоит молится, стоит рядом патриарх. Он что ему сказать не может, чем заниматься? Но патриарх опять скажет, дай мне денег на храмы. Не нужны храмы, нужны катехазиатовские курсы. Научение людей вере. Нужны Евангелия, как можно больше вот этих выпусков. Еще один нужен, еще. Но не просто Евангелие, Библии полностью выпуск. Полностью толкования нужны. Златоуста срочно перевести. Церковно-славянский здесь пока есть текст. На русский язык и больше, чтобы лучше читать было. Выпускать диски на вот этих проповедей. И людям прям вот так на улице раздавать. И прям стоять вот так вот, включать динамик и пускать слушают. Я зову к себе, говорю, пойдемте послушаем, езжу. Людям нужно научение. Вот, вот людям что нужно. Вот, вот что нужно. Одныне цель одна, Облечься во Христа. Вперед, вперед, Небо нас ждет, Когда исполнится. Налилуи. Сколько время-то? Час 27. Ну все. Мы как раз спели, да? Споем. Что, еще раз споем гимн христианский? Ну давай, ладно, не будем христианский гимн петь. Давай споем что-нибудь такое. Давай, брат. Что-то брат у нас заходил, заходил. Как петь, он что-то начинает ходить. Да у меня палец. Никита, петь будешь? Подержать, скажи. Никита, пускай снимаешь. Вот это вот, у меня вот сердце такое, прям, как-то радость мне. И вот каждый божий день борюсь и благодарю Господа. Как ты комп Craft? Как介ательно. Какими ты изменения цел? Героскорая. Не надо мне счастья земного, Не вечно оно будет длиться. Душа, преклоняясь пред Богом, Желает Ему молиться. Порой тяжело бывает, но гневы я в жизни не был, душа моя твердо знает, стремиться ей нужно в небо. Небо, оно не случайно, небо, другая тайна, но вибрый свет перед нами нам открывает ее. За облаками, за облаками есть вечное бытие. Когда я уверовал в Бога, на призыв Христа отозвался, то от притяжения земного не сразу, но оторвался. Не космос нам нужен, а небо, где слабых не обижают, где не убирают без хлеба, где вечность и мир обитают. Небо, оно не случайно, небо, другая тайна, но вибрый свет перед нами нам открывает ее. За облаками, за облаками есть вечное бытие. Душа моя, за облаками есть вечное бытие. Душа моя в зла не пригрелась, земля ей не стала дома, хотя для нее все имелось и было в достатке готово. Но перед грехом склониться, бессмертной душой нелепо, душа моя выстрелится, нужны есть свобода и небо. Небо, оно не случайно, небо, глубокая тайна, но вибрый свет перед нами нам открывает ее. За облаками, за облаками есть вечное бытие. Ангел Матрия, же благодать мне, чистая дева, радуйся, и пакет реку, радуйся, твой сын воскресе при дневе на кровах. И мир Твоя воздвиг, новые люди, веселитесь, светися, светися, новые Руссаниме, слава Бога Господня, на Тебе, Эбасия. Ликуй ныне, веселись сегодня, Ты же чистая, красуйся, Богородице, а восстанье Рождества Твоего. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, честь Тебе, поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Слава Христу.